Всем привет! Вы на канале Day in Alive, меня зовут Вадим и сегодня я буду катать болт в Гданск. Скорее всего уже вышло одно или два видео по Гданску, потому как здесь работает, какая атмосфера, какая стоимость заказов и в общем насколько много дальняков и тому подобное. Наконец-то мне добавили в болт этот автомобиль, я сейчас на Toyota Auris 2016 года, понятное дело с газом. И я надеюсь сегодня будет нормально работать, сегодня понедельник, в теории работы должно быть немного. Если будет мало работы, кроме болта я буду подключать конечно же еще Uber и наверное я сейчас таки сделаю, а то я уже целых 3 минуты сижу. От себя добавлю, это один из немногих городов, куда мне реально нравится возвращаться, куда я хочу возвращаться и в принципе, блин, ну это курортный город. Он жестко отличается от тех курортных городов, к которым привыкли в Украине, но все равно здесь есть свой кайф, прикол и работать здесь реально приятно. Оно без, наверное, без климатизации, короче, работает тут прям жестко, потому что жесткая влажность и я все время с кондиционером. Поэтому я на своей Mazda в том году, я работал строго по ночам. 5 километров подача, не Камил, Сарямба. В общем, покажу как работаются заработки, все нюансы. Работаю я не на ознакованной машине, но стремновато, поэтому я и выезжаю вот как бы в пол восьмого. А так, в принципе, тут есть партнеры, есть кто работает легально, кто работает нелегально, ездит по Буспасу, не ездит. В общем, пользуется благами. В субботу у меня были такие поездки, когда нужно было заехать в Старувку, но я не мог туда заехать, потому что не ознакованный штраф и совсем не хотелось платить. Так, так как автомобиль не мой, я тут снимаю вот и на это регистратор, но и придется снимать вот таким вот образом с руки. Короче, первый заказ из двух аппликаций поймал как раз-таки по болту. И сейчас туда еду. Ну, причем подача что-то вышла 400 метров. Отличное начало. Поездка. 11 километров, 27,78. Uber дороже. Uber дороже, чем Bolt, потому что если отнять комиссию... Итого получается примерно 19 злотых, считаю в голове, sorry, это меньше 2 злотых за километр, в то время как Uber дает минимум 2 злотых за километр. Теперь, как бы, объяснение, почему нас называют как бы бомж-тариф, Bolt в троймясте. В то же время Uber мне дал всего одну поездку за все время с подачей километр. И мне пришлось отказаться, потому что мне еще эту поездку было выполнять 4 километра. Поэтому вот как-то так пока. Так, пока куда-то подъеду ближе к городу. Да, блин, солнце, зараза. Подъеду ближе к городу, потому что я сейчас нахожусь в таком отшибе, скажем так, меня немного занесло. Но, благодаря тому, что у меня расход 5,5 литров газа, типа, окей, отъеду, не проблема. Да ты успокойся, вот как-то так. Все, еду дальше. Опустил ошибку, которую сам же совершал. Короче, так вышло, что я отъехал. Сейчас покажу. И мне теперь нужно возвращаться туда, где я был. Это просто... Это самое обидное, что может быть. И теперь, короче... О, наверное, сейчас будет импровизация. Да, сейчас будет импровизация. Главное, чтобы эта импровизация, как всегда, не вышла дольше, чем обычно. Это я могу. Все нормально, импровизация удалась. Из 5 километров... Так, музыка офф. Из 5 километров вышло 1,2. Все нормально, все по плану. Едем дальше работать. Убер все так же молчит. Походу, Убер как-то больше к вечеру, я думаю. Все. В общем, второй же заказ. Короче, первая девушка как-то, ну, непонятно, на машину посмотрела. Я не придал этому значению. Думаю, что за херня. И вот этот вот мужичок сейчас бедолаха бегал, искал, короче, машину. Ну, как бегал, ходил туда-сюда, короче, пытался найти. И тут я понял, короче, что походу тот человек, чей аккаунт, он проверил машину, и он ее не добавил. Скорее всего, так и вышло. Я вышел, говорю, так и так, к шесту, к шесту. Ладно. Вот заказ. 22 километра. 52 злотых грязи. От этого нужно отнять 30 процентов. За 22 километра. В любом случае, офигительно. Вот. Вот эта парковочка. Меня буквально на второй день сюда занесло. Как же здесь охренительно просто. Так, ну это возле Гдыни. Это вон там Гдынский пирс, музей, роза ветров. А с другой стороны получается офигительный лес. Там наверху можно делать шашлыки. Там мы, собственно, их встречали с другими ребятами, кто здесь работает. В общем, нужно комбинировать. Однозначно. Адриан. Чуть дальше по парковке. Не дают кофе попить. Ну, поехали. 13,88 за 2,7 километра. На автомате, на каратыши вообще пофигу просто. Едем дальше. Уже следующий заказ. Супер 3, да? Супер 3, да? Можете называть меня снобом. Еще кем угодно. Но в общественном транспорте. В такси. Целоваться всю дорогу. Вы такие, не, ну это же любовь. Все дела. Нет. В любой момент я наезжаю на кочку, я наезжаю на кочку, я виляю. Сзади сидит ваш друг, и вы, короче, всю дорогу, ну давайте я буду всю дорогу, блин, отрыгивать. Ну, пойдет это? Ты, ну там, начнете сейчас, ты обслуживающий персонал. Нет, ребята, я выполняю функцию довести с пункта А в пункт Б, чтобы было, ну, безопасно, чтобы было чистенько все дела. Ну, блин, ну совесть надо мать. Вот это, этим, как правило, страдает два рода людей. Это ЛГБТ меньшинство и вот малолетки. Блин, я не знаю, в чем прикол, ну потерпите. Да, сори, поездка была на 62 с копейками за 23 километра. Это грязью по болту, и там была промка, и поэтому вышло 51,99, но у меня, ну, они дали 60 злотых, у меня мелких не было, поэтому я десятку вернул. Ну, вот как-то так мой косяк. Еду дальше работать, в Данске становится красивее, как и, в принципе, города. Ну, то есть, мне кому-то день нравится, мне нравится ночь, поэтому сейчас покайфим. В общем, взял заказ, думал похавать, заехал сейчас вот недалеко от центра Данска, думаю, блин, надо поесть, и тут прилетает заказ с кофем 1,4. И тут прилетает заказ с подачей 1,4 километра. Ну, блин, ну вот так всегда. Поэтому сейчас, может, его выполню и после него уже покушаю. И включил на всякий случай Uber, Uber вообще молчит. Вот я включил за 3 километра до высадки Uber, нету. То есть, получается, если бы вот тогда у меня был не только Uber, а еще и Bolt, наверное, заработал бы даже больше. Как-то так. Ладно, едем дальше, посмотрим, что получится по доходам. Километров с половиной за 24,67 грязью Боу. Капец, 4,8 километра, нет, невыгодно. И в то же время я всю эту поездку проехал с включенным Uber. Ни одного заказа. Охренеть. Стефанія, мама, мама, Стефанія. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мога идеальна. Окей. Добрый вечер. Добрый вечер. Спокойной ночи. Спасибо. До свидания. Пока я кушал кебаб, ко мне пришел заказ Гданцг Гдиня. Поуберу. Я его, конечно же, взял. Вот высадил пассажирку. Сейчас посмотрим, что по чем получилось. Я заехал, в общем, в Гдиню. И сейчас, думаю, теперь после кебаба можно покушать. Ой, попить кофе. Блядь, какой это кайф. 37,60. Сейчас скажу там, перечитал, потому что я поехал по более длинному пути. Каюсь. Потому что, блин. Ну, я хотел по трассе поехать, по обводнице. А пока грузится последний заказ, чтобы сказать, насколько он вышел. Напоминаю о телеграм-чатах DaynaLife, таксисты, курьеры. Где можно пообщаться, узнать информацию. В общем, ну и, по крайней мере, будет не скучно. Так что добавляйтесь. В общем, вышло 37,60 за 20 километров 600 метров. За 22 минуты я выполнил этот заказ. Практически два злотых километра. Зато дальняя поездка, подача там была вообще копейки. Поэтому сейчас еду пить кофе. Оставляю только Uber. Болт пока не включаю. И, в общем, попью. А потом уже буду, как обычно, бомбить все подряд по болту. А так вообще, несмотря на то, что заказы по Uber редкие, вот такие вот поездки по 15 километров, у меня там уже настрелялось, по-моему, 85 злотых. На ровном месте. За три заказа, по-моему. Поэтому, ну, просто отказываюсь, отказываюсь, а когда вот хороший заказ, соглашаюсь. Увидеть это легко. Даже не зная почтовых кодов. 14,40 за 2,7 километра. Заканчиваю поездочку. Она оказалась, в общем, с остановкой. Суммарно 18 километров было. 18, 18,5 за 41 злотую. Сейчас, час ночи. Так, на всякий случай. Вот такой вот у меня расход 5,2, но это бензин. А газа, на самом деле, плюс 0,7. Езжу всегда строго с климатизацией, потому что влажность повышенная. Итого расход, грубо говоря, 6 литров газа. Охренеть! Проехал я не 105, а на 57 километров больше. Потому что пришлось сделать сброс. А самое хреновое, что я нарушил свое же правило. Начал выезжать. Ну, хотя, блин, в понедельник ночью, кто бы мог подумать. И сейчас я еду тупо назад. Плюс-минус в то же место. Там буквально несколько соток. И буду забирать оттуда как некое Рафала. Блин! Вот только что была интересненькая ситуация. Олень поднял голову. К счастью, ехал с дальним светом, мне кажется. На дальний свет они жестко тупят. И он не выскочил, как ошалелый, на дорогу. Олень, он мох. Олень такой, б***ь. Я уже в Гданске попадал в такую неинтересную ситуацию. Поэтому в Гданске вообще максимально... Да, в принципе, в Польше нужно максимально аккуратно ездить. Потому что олени, лоси, кабаны, ежики, зайцы... Тут как бы у всех уже есть свой счет животных, скажем так, открытый. Поэтому... Не повторяйте моих ошибок. Я реально один раз пасажиром петленул. Он хорошо хоть он не ударился ничем. Вот такие вот дела. Да, я пока приехал по пасажирам. Хорошо. Ох... 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 Оå... Да, я тебе дал каких-лих денег. 100? Ох... Ох... Вместе сутки на месту. Ох... 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 Я же не в yhte, только по концу. В проезда. Там по правой стороне будет лотос? Ох... Ох... Не, не могу. Без проблем. Две минутки, окей? Без проблем. Продолжение следует. Одразу дам 100. Спасибо. Еще до сна. На добрый сен. Продолжение следует. Украина, о экономии, очень много еды. Украина, продукция еды, чтобы делать хлеб. Почему русские это сделали? Чтобы употребить Европу. Газ до гор. Сколько сейчас бензина стоит? Видишь, я люблю болтом ехать, потому что если бы я ездить машиной, то это не имеет смысла. Просто много Украинцев увидели Европу, когда живешь как человек. Но нормальные люди, когда вы будете мудры, выстроены, школа есть добра, это интеллект, верь. Не можем чего-то встыдить, что я еду в Англии, я еду в Немец, я еду в Холандии, и работаю там. И не могу, я работаю, я работаю. Я очень много знаком, которые готовят на статках. Так как Украина, видишь, Сыр, Либия и так далее, все арабские краи, то они, мужские, как мы, уехали из края. А там, я знаю много Украинцев, которые, в моем возрасте, имеют по 30 лет, и просто оставили жену, дети, все в Польше, или в Немецке, или в Англии и так далее, и едут в Украину стрелять на войну. Такой патриотизм. Той, который может что-то делать на войне. Так, но не все, я не говорю, что все, потому что это нормальное. Если у вас дом, жену, детство и так далее, то хочешь для них как-то лучше. То не будешь сидеть в крае, где есть война, только едешь где-то дальше. Ну, я бы то самое сделал. Когда в Польше война начнет, только жену высылаю, веш? За границу и сами бывали. В первые два дня из Европы до Украины приехали 800 тысяч Украинцев на войну. Не нацистов, только националистов. Патриотов, веш? Люди не понимают. Это разные, националисты и нацисты. Да, да, да. Это разные. А много людей не знают разницы. Веш? Много людей говорят, а, потому что на Украине... Нет, ну... Есть что-то хорошо в том, что национализм. Ну так, но это... Я националистом 100%. Я 100%, потому что я люблю Польшу, родился здесь. Так как ты, не знаю, родился на Украине, Русские... Ну, это русские. Русские, ку**. Русские.. Русские люди, а не такие как Арави. Вес как, я шесть лет промужу в Франции. Там есть, ку**, Африка. Да, я знаю. Красные, вообще. Это не культура... Вы, вы, р... Вы, р... countless посел, но вы истинцы. Православцы, да? Но, культура, устроено... Вы и европейские. Я, я, я против... Вiesz, потому что каждый стран, как страны, как страны, 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 страны... Я знаю, я знаю... Ну и это должно быть нормальное... Ты, 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 ты из Украины. Я не мою... Мы, Полцы... Вiesz, потому что много таких ситуаций, что Полцы, которые таки, они против Украины и так далее. В... Прежде чем мы едем на всю Европу. Всегда, ты едешь в Немец, в Голландии, в любом стране, везде полцы. То как мы можем быть анти, что мы едем в другом стране зарабатывать деньги? Так же как в Украине. Так же как вы, нет никакой разницы, только что полцы это все равно. Так, здесь, так. Хорошо, я беру два пика, дам вам спасибо, нет? Нет, уже приглашено. Доброе утро, до свидания. Давай, до свидания, доброе утро. Доброе утро. Хреновенькая ситуация произошла, потому что Болт плохо считает дальние поездки. Только что поездка была с Гдыни в Владиславово. 81 злотый, промка 3, то есть 84. Он мне дал сотку за то, что мы заехали. Отлично пообщались. Конечно же, 5 звезд. И мне сейчас домой ехать, ну, я думаю, километров 40-45. Я сейчас ради интереса построю маршрут. 56, мать твою, километров. Я, конечно, надеюсь, что я поймаю какой-нибудь заказ, а то это будет прям печаль. Сейчас начало четвертого, а я так плавненько ехал. По факту я закончил заказ в 3.10, выключил приложение и просто уже ехал целенаправленно домой. Сейчас в 3.20, заказ я закончил где-то в полтретьего, я думаю. Я просто выключил аппликацию и ехал домой. Но будем считать, что я закончил в полчетвертого. Ну, как бы, типа я ехал с работы, да? Давайте посчитаем так. На данный момент за два дня по уберу и по болту. Больше значительно по болту. Вчера я по болту заработал 220 бруто. Сегодня я заработал 145 тоже бруто. На это получается примерно 250 злотых и еще 120 злотых я заработал за Uber. Плюс там двадцатка мне прилетела, плюс 15, которые мне докинул вот пассажир. Поэтому, в общем, суммарно вышло 375 злотых. На данный момент я проехал с расходом, эх, зараза, только что было 4.6, потому что я стою на месте. Гибрид не особо это любит, ну и плюс с кондиционером. 4.7 бензина, это итого 5,5 скажем, пусть будет так, округлим 5,5 газа по 3.67. Да, по-моему, 3.67 он в Данске. Проехал я не 201, а 250, тоже округлим, пусть будет так, 250 километров. Работал по двум аппликациям, ну, грубо говоря, по-хорошему закончил я работать поздновато. Нужно было выехать немного раньше, были коэффициенты, все дела, но я как-то готовился, собирался. По факту, блин, я реально очень доволен поездкой, мне в Данск нравится. Хотел бы поблагодарить спонсоров, то есть, как видите, я развиваюсь, у меня там появилась камера, появился дрон, я все деньги и все, что вы мне донатите, я влаживаю еще больше видео, спасибо большое за это. Я надеюсь, вам интересно было. Если вы думаете, приезжать в Данск, не приезжать, ребята, на минимум на 3 месяца сюда приехать можно, заработки будут хорошие, заработки будут большие, вы будете отдыхать душой и телом. Отдыхать есть где в Данске. Партнеры, люди тоже есть нормальные, с кем было отдохнуть, с кем пообщаться, узнать совета, как, в общем, как работать, куда ездить, какие дни, когда лучше, куда лучше не отсвечивать, потому что есть все-таки вот, как ни странно, в Данске такие относительно бандючки. Буду отправляться спать, всем добра, всем пока и до скорых встреч в Варшаве.